Здравствуйте! Как обычно, в конце месяца я показываю свою веранду, показываю свои растения. Пасаться в этот раз действительно нечем. Погода у нас стоит отвратительная, очень влажная, постоянно идут дожди, затем температура поднимается до плюс 32, растения болеют, очень много заболеваний. Ну, что есть, то есть, покажу. Вот персик прекрасно себя повел. Правда, я забываю его поливать. Теперь, оказывается, нужно поливать даже не один раз в день. Очень быстро вода заканчивается. Прекрасное растение. Порадовал в этом году. Мой виноградник только-только пошел в рост. Можете себе представить, несколько веток вот отсохло, болезни, несмотря на то, что я обрабатываю. Кстати, очень много у меня в соседнем доме есть кусты. И они буквально покрыты мучнистым червецом. Это просто кошмарное что-то. Ничего люди не делают, это уже не первый год. И постоянно приходится бороться. Банан пошел в рост. Он у нас зимой при очень низких температурах замерз. Ну, вот выдал три вот таких вот красивых молодых детки. И еще, граждане дорогие, если вы хотите что-то написать, пожалуйста. Ну, если не посмотрите видео, то хотя бы немного войдите в суть дела. А то во вчерашнем видео моем про аморфофалусы мне написали, что некоторые матери пьют перед детьми. Оправдывая тем, что это праздник. Вот, граждане, честное слово, не пила я аморфофалусы. Ни коньяка аморфофалусы я не пила. Не просто. Ни с аморфофалусами не пила. Хотя бы посмотрите, о чем войдите в смысл, в суть. Ну, ладно, пойдем дальше. Вот такие вот у меня лилии. Хотела показать и ими рукались, но он быстро отцвел. И так у меня с несколькими растениями. Все, вот-вот покажу, вот-вот покажу. И отцветают уже. Вот такой вот красивый. Их у меня несколько. Вот. Цветет такой вот красавец, аморилис. Вот я только не помню. Я вроде бы белый не покупала в прошлом году или в позапрошлом. По-моему, это тот, который был с розовыми полосками. Уже начинает отцветать. Ну вот, большинство ирисов распустилось. Не удалось мне заснять. Я постараюсь вставить цветение желтого и голубого, обычного ириса. Вот такие вот они. Красавчики. Так же розовые и такие сиреневатые клематисы отцветают. Вот такие вот они у меня. Уже заканчивается сезон. Здесь чавис. Очень декоративно цветет. Ну и, разумеется, кувшинки с вот таким вот клематисом вместе в компании. Очень тоже красивое растение. Обильно цветущее. Просто обожаю. Я о нем рассказывала уже, но как еще не полюбоваться. Вот такой вот он красавчик. Огромный, огромный. Просто прелесть. Ну и вот такая прекрасная мединила, которую поел мучнистый червец по моему недосмотру. Один цветонос уже упал, падают и листики. Но надеюсь, что она все-таки порадует меня. Очень, конечно, я расстроена. Но уже ничего не поделаешь. Нужно быть внимательным. Если не можешь иметь столько растений и успеваешь за ним смотреть, уменьши количество. Ну вот цветут еще кувшинки. Отцветают на данный момент. Ну, есть много бутонов. Я надеюсь, что все-таки все они процветут. Отцветают многие. Как вы понимаете, все-таки горшок это горшок. Это не водоем. Даже не искусственный водоем, а очень маленький водоемчик. Но все равно очень-очень красивый. И они меня радуют. Такой релакс получаю. Красавица. А вот Айву я не вижу. Было очень много плодов. Небольших плодиков. И сейчас я ее не вижу. Но самое интересное, что я не вижу ее и внизу. Ни в горшке. Нигде. То ли я ее действительно просто не вижу, то ли птицы ее. Так обклевали. Ну, не знаю. Странно. Но она сама по себе очень красивая. Здесь вот этот суккулент, который мне прислал Джамиля из Швеции. Собирается цвести. Так же, как и некоторые мои кактусы бутонятся. Ну, вот это спиралис очень интересный. Смотрите. Какой красавец. Вот здесь еще одна лилия. Сюда я еще могу достать. А вот здесь мы тоже... Ой, в голову не приходит сейчас название. Зацветаем. Ну, вот здесь у нас инжирчики. У меня вот инжирчики появляются. Такие хорошенькие. На всех веточках. И красавицы гастерии уже отцветают. И вот такой вот мини-кактусик. Зацвел. Первый раз зацвел. Много бутонов у гордени. Но обязательно мне нужно сейчас дать удобрение для листьев. Ну, а здесь у меня ацер. И гортензия. Вот эту гортензию я второй год не крашу. Ну, а почему-то голубая выходит. Вот в том месте ей света не хватает. Нужно как-то ее вытащить. Куда? А вот вторая малютка розовая. Вот такая вот она у меня. Я сейчас поливала и шланга. Ну, понятно, что все разбросано, как обычно. Ну, вот такая здесь почему-то она кажется фиолетовая. Наносение. И я стою почти вверх ногами. Простите, если трясется камера. Ну, вот не успела показать. Отцвел он наш пасхальный кактус. Ну, и зонтик. Ну, а здесь у меня авокадо. Вот уже новые листья. Я показывала его, какой он был после зимы. И обрезала я его. Ну, вот уже все. Начинается красиво расти. Джинджер пошел в рост. Здесь у нас ауроматум. Амурфуфаус коньяк. Мне кажется, что он был. Ты? Продолжу. примере осталась одна вторую я продала наконец-то очень много места стало красиво и ненувеста много занимает такая вот вот здесь луковичные суккуленты не успеваю поливать они собираются уже цвести ну и вот мои такие толстопузики здесь лимонов достаточно но я никак не могла понять что творится с листьями вижу то я плохо а сегодня обнаружила целую кучу муравьев значит есть для в общем буду бороться но вон там мой садик остался только один сельдерей такой вот этот красивый красивый в комис внизу и проросло два семечка олега от пальм который ты привозила из-за той самой погоды видите что творится с розами распускаются но буквально обгорают ночью плюс 14 днем плюс 32 влажность ночью чуть ли не сто процентов ну что поделаешь ничего не можем сделать ждем когда установится погода спасибо вот такая была веранда если есть какие то вопросы пишите если понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал